девчонки всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам покажу мой топ 10 товаров с алиэкспресс для маникюра также будет и для педикюра и мой топ номер один действительно он номер один этого такого-то аппарат с алиэкспресс видите он такой легкий что я вот вот спокойно могу вот так вот держать сама то есть вот эта конструкция она очень легкая здесь 35 тысяч оборотов здесь есть вот такой вот дисплей он у меня еще в пленочке я ее не снимаю хотя уже сколько год прошел но чтобы вот эти дырочки которые для фрез чтобы они не забились пылью хотя в принципе можно снять здесь вот значит вот это все регулируется и вот здесь высвечивается сколько у вас оборотов то есть я максимально использую 20 тысяч то есть больше я не использовал никогда здесь также есть реверс и форвард значит здесь вот технические характеристики здесь получается 32 ватт я вот говорю использую 20 тысяч больше даже не требуется абсолютно шнур значит здесь у нас идет 110 115 сантиметров также вот здесь можно регулировать hand and foot ну то есть педалька вы ногами да больше работаете или рукой я больше люблю именно с ручкой работать также вот здесь включить и выключить в общем очень классный аппарат я им очень довольна но здесь у меня вилка идет вот это американская потому что для наших розеток другие сама ручка идет вот с такой вот подставкой ручка она весит 125 грамм я уже ее измерила специально для вас но она в руке ощущается очень легко то есть я в принципе не быстро делаю маникюр потому что я сижу сериал поставлю себе и вот потихонечку пилю для меня это как вот такая релакс терапия я люблю делать маникюр значит вот здесь есть такой вот замок который фиксирует вашу фрезу ее преимущество именно вот этого аппарата и вот этой ручки что она вообще не нагревается но я конечно сама себе делаю поэтому больше это наверное видео для тех кто сам себе да делает то есть себяшки такие вот поэтому для там небольшого потока она вполне подходит то есть вот этот аппарат просто игру шикарный я очень им довольна кстати вот здесь получается вот такая вот она растягивается но очень удобная ручка классный аппарат и топ номер два это вот такая вот фреза с фиолетовой насечкой я просто обожаю вот эту фрезу она настолько быстро работает вообще плавно просто вот как по маслу снимаете материал я вообще в принципе использую керамические и вот твердосплавные но раньше я использовала всегда керамические думаю дай попробую какую-то вот твердосплавную и вот просто случайно наткнулась вот на отзывы именно вот на эту фиолетовую с фиолетовой насечкой фрезу и там все просто пищали от восторга вот и от вот этой именно фрезы я подумал блин она такая массивная но думаю дай попробую раз все так вот ее хвалят и действительно это просто вот я не знаю что-то невероятно у меня рука тянется именно к ней я в основном использую там кукурузку вот такого плана фрезу да там допустим синий насечкой но вот это это вообще очень классная фреза я вам ее рекомендую я в восторге от этой фрезы и в моем топе на третьем месте вот такая вот шикарная фреза я ее тоже обожаю в общем все что я вам сегодня покажу это мой действительно топ моих фаворитов это фреза значит шар она с красной насечкой ну то есть помягче да то есть группу синяя это погрубее красная помягче и я рекомендую вам брать именно вот побольше такие шарики потому что если маленький у него я первый раз приобрела вот такой мод совсем маленький он ничего не снимает очень неудобно а вот такой вот крупный шар по моему это три с половиной миллиметров точно я напишу это самый удобный размер но на мой взгляд у меня в принципе вот ногти сама ногтевое ложе не такое большое и у меня очень глубокие вот эти валики получается неудобно конечно но именно срезать кутикулу просто вот шикарный вариант я ее обожаю она до сих пор у меня то есть такая вот не лысая знаете обычно с алиэкспресс все фрезы ну раз-два и все они потом там лысый становится вот это сколько времени она до сих пор в шикарном состоянии вообще обожаю вот этот шар и на четвертом месте вот такие вот пилочки просто вот шикарные одно движение вы сделали все она уже спиливает причем так плавно иногда бывают такие знаете пилочки вот пилишь пилишь она вот как деревянная ужас в общем а эти очень шикарно все спиливают вот у меня здесь разная абразивность 100 180 и 240 действительно здесь абразивность соответствует ну вот этим значением и она получается вот я заметил что именно пилочки вот с такой вот прослоечкой как бы да они более менее нормальный и вот эта форма банан она самая удобная из всех что я пробовала для педикюра я использую конечно другую там такую более тоненькую потому что вот это мне не совсем подходит с моим строением ногтей в общем поэтому меня там другие это вот именно для ногтей на руках в основном значит я использую 180 грит получается но чем больше грит до значение тем мельче пилочка вот 100 самое грубое получается 240 самая такая мягкая и вот самые мягкие мы используем для натуральных ногтей да но вот я 180 для меня это вот получается идеально потому что я еще делаю укрепление и вот как раз таки мне идеально подходит вот 180 я люблю в основном пользуется 240 это вот когда вот здесь уже отрастает немножечко свой натуральный ноготь я использую 240 100 это когда у меня там акригель где-то что-то я в общем ремонтирую и я использую 100 но очень редко 100 это вот что было а в основном вот эти два значения 180 и 240 в общем пилочки шикарные я их обожаю вот такой вам лайфхак если у вас допустим новая пилочкой вот эти края получается ребра царапают то можно другой старый какой-то пилочкой или новый тоже вот так вот потереть и получается вот эти ребра не такие будут ну острые потому что иногда вот когда вот здесь особенно вот так вот пилишь и получается можно порезать кожу так что имейте ввиду и следующий получается 5 мой топ это вот такие вот салфетки просто вот шикарные салфетки они очень мягкие знаю что очень тяжело найти вообще на алиэкспресс достойные салфетки потому что они все время с ворсом вот я сколько мучилась и либо они жесткие вот эти очень вот мягкие но это знаете это вот как бумажная салфетка она идет когда вот намочите ее сильно если вот от стемпинга я протираю пластину долго то она начинает вот скатываться но это понятно что это так будет вот поэтому очень удобно именно вот если вы убираете пыль обезжириваете но очень классные также можно подобрать контейнер там можно побольше взять я взяла вот такой мне так вот удобно также можно использовать их для наращивания девочки кто работают с наращиваем ресниц тоже вот вытирать клей очень классный салфетки и номер шесть это получается у меня вот такой вот комбо выложила на весы и почему именно это комбо потому что вот с этими обезжиривателями праймерами общем базами топами я могу ходить с ногтями 6 недель а то и больше больше я не проверяла потому что уже слишком экстремальная длина у меня там отрастала и я убирала то есть вот 6 недель точно я с ними ношу лаки то есть вообще без проблем очень мне нравится но я знаю что вот это у на типа типа у на подделка но в общем я безумно довольна все ссылочки тоже вот отдельно я оставлю на каждый продукт то есть это вот у на у меня праймер потом вот стронг база у меня здесь идет потом идет топ у на тоже окси идет у меня это база ведь она вся у меня уже покоцанная и а такой получается дегидратор база значит окси она очень густая но вот для новичков наверное подойдет потому что для тех кто уж такой руку набил то им все-таки пожиже нужны материалы чтобы быстро быстро а вот это меня вполне устраивает что я никуда не тороплюсь но мне кажется немножко она густоватая но вполне сойдет это раббер база получается то есть резиновая топ вот это тоже он такой вот густоватый в принципе для новичков это идеальные материалы потому что нигде ничего не будет у вас затекать потом база стронг но сначала я использую базу мягкую да вот это раббер базу потом я использую стронг вот эту базу и и уже потом там лак и топ топ тоже у меня долго держится все прекрасно вообще шикарно и здесь еще большой такой объем не очень нравится 15 миллилитров мне надолго хватает праймер тоже у на ну именно вот это комбо да мне нравится тем что я долго это все ношу дегидратор тоже меня устраивает у меня ногти очень тонкие я когда вот снимаю они у меня такие они еще трапециевидные когда они отрастают они у меня закручиваются поэтому я использую такую более-менее стронг базу вот так что вот вот такой вот расклад и номер семь в моем списке это значит вот такие вот гель лаки но у два бренда в общем мне нравится это бьюти люкс и венолиса значит венолиса чем мне нравится очень плотные лаки также как и бьюти люкс мне нравится тем что здесь на каждом флакончике указан номер то есть настоящий его номер иногда бывает вот как допустим вот здесь тоже 6 там непонятно в общем на сайте одно а в итоге там другой номер поэтому вот мне нравится что и на сайте и на бутыльке одно и то же можете спокойно выбирать и цвет бутылька тоже совпадает с тем что там внутри это очень удобно аналогичный то есть цвет не отличается от того что внутри срок годности до 23 года ну то есть это указывается то что тоже очень хорошо плюс это стеклянная получается упаковочка очень классные лаки бьюти люкс тоже очень насыщенный но вот есть у меня такой один цвет какой-то такой горчичный он прозрачный то есть не все цвета здесь такие вот плотные но смотрите просто шикарные цвета очень мне нравится бьюти люкс здесь вот 10 миллилитров а получается а вот венолисе 7 и 5 но этот как-то потяжелее ощущается посмотрите какие цвета классные в общем миллион у меня там целая палетка таких цветов вот это кстати 15 номер у меня вот сейчас получается в два слоя они у меня сделаны ну посмотрите он просто великолепный такой цвет они не затекают то есть не как вода а такие немножко густые чтобы можно было накрасить великолепно они держатся у меня все отлично цвета насыщенный выбор огромный мир 8 вот такие вот у меня есть значит колпачки это уже для педикюра почему именно колпачки я считаю что вот если сами себе вы делаете больше удобно колпачки чем диски диски это вот если кому-то вы делаете то есть но если вы работаете а если самой себе удобно когда ты там ничего не видишь хотя бы на ощупь да вот колпачком пройтись а вот диском не всегда будет удобно у меня здесь два размера но честно говоря мне вот один размер вот этот большой вполне устраивает у меня значит есть вот 80 грит вот этим мелкие такие взяла потом 120 вот эти грит и 180 и еще что вот то есть вот это у меня база была и потом я приобрела себе вот такие вот получается 240 потому что вот я заметила даже когда я на 180 останавливаюсь потом через какое-то время даже если я полирую силиконовым вот этим получается полировщиком то все равно у меня потом какие-то вот шелушинки остаются я решила что нужно вот 240 тоже то есть чтобы завершить уже вот этот этап 240 идеально это единственный продавец у которого я нашла вот эти по 240 грит остальные вот нигде я не могу найти вот диски еще можно по-моему найти а вот колпачки 240 грит вообще днем с огнем вот такой вот резиновая получается здесь очень плотно все держится вот этот размер у меня и в хост и в гриву просто я меняю насадочку колпачок да различный грит начиная от допустим там 80 но 80 тоже редко я использую вот 120 обычно я использую 80 это знаете если у вас там совсем такие наросты вот такие вот колпачки must have особенно вот я хочу сделать акцент именно на 240 грит здесь кстати тоже вот был такой брак немножечко вот такой выпуклая я взяла так вот пилочку тоже вот запилила там какой-то бугорочек был вот но в целом я имею ввиду что вообще супер потом еще после него полировщиком вообще классные пяточки просто как у младенца еще один мой must have это вот такая вот лампа получается вот здесь у нее лампа а вот эта поверхность это увеличительное стекло просто вот ну незаменимая вещь в маникюре когда нужно там почистить и допустим под кутикулы да вот это все посмотреть как чего вычищать чтобы не сделать пропилы просто ну вот идеальный вариант плюс еще вот здесь она регулируется интенсивность вот света да я всегда пользуюсь ею в общем очень довольна этот продавец там есть у него разные в общем варианты я вам как рекомендую обязательно на что обращать внимание на кратность то есть увеличение да у меня вот здесь по моему либо 8 либо 10 честно говоря не помню но в общем я очень этим довольна там есть три и пять вообще такие лучше не берите они ну бестолковые но сильно вам не помогут я так скажу вот 10 8 10 и выше если вы найдете это вообще супер будет намного лучше и у него там есть разные варианты вот этого продавца посмотрите какой вам именно будет удобно вот мне оказалось вот это удобно она конечно очень такая тяжелая но она самая компактная из всех что я видел потому что я не хотела какую-то огромную конструкцию вот здесь я бы сказала такой вот ну как бы минус и не минус что она вот тяжело регулируется то что это железо и здесь она вот очень так добротно сделано вот сильно низко ну вот как-то вот такая она не совсем я бы сказала мягко вот идет и благодаря этому получается маникюр очень чистый поэтому обязательно присмотритесь кстати еще бывает здесь такой вот такой маленькой ну дополнительное такое стеклышко ну как бы очертание круг и там будет написано 10 20 имейте ввиду что основная будет вот эта площадь 10 а вот эта маленькая стеклышко будет 20 там еще есть такая вот которая ну как бы вот так вот регулируется у нее три оси я такую не пробовала то есть в зависимости есть который напольный есть который для стола есть который вот крепится вот прям вот так вот вы закручиваете как мясорубка допустим поэтому нужно выбирать то что именно вам удобно и 10 мой фаворит это вот такой вот силиконовый коврик просто незаменимая вещь кто бы мог подумать да но вот те кто делают стемпинг вот ну там то есть приходится стирать вот эту пластину да и обычно подкладывают туда какую-нибудь бумажную салфетку если вы ацетоном это все стираете лишнюю вот эту краску то получается все на вот эту салфетку и это салфетка конечно промокает а вот это идеальный вариант здесь ничего не промокать и ничего никакого мебель не портит я уже вот так вот на несколько пятен понаставила потом думаю нет так дело не пойдет поэтому вот такой вот коврик просто замечательно спасает вашу мебель очень такой приятный вообще и вот этот коврик он такого знаете матовый ну то есть он у меня особо там не ездит но я не могу сказать что он такой неподвижный но то есть у меня проблем с этим не возникает очень хорошая вещь вот я говорю такая мелочь но вот нужно нужна такая вещь ребят я надеюсь что вам понравились мои фавориты это действительно то что мне нравится чем я пользуюсь в общем мой топ 10 если у вас есть какие-то свои фавориты любимчики в маникюре педикюре обязательно пишите с удовольствием послушаю ваши рекомендации обязательно пишите все в комментариях всем хорошего дня удачного шопинга на алиэкспресс и пока пока